Звучит музыка Говорит, прочитала книгу священника Родиона «Люди и демоны». Вы ее читали? Конечно. И вот, она после прочтения стала бояться. Чего бояться, я так и не понял, потому что я не читал. И вы спрашиваете, что делать? Ну, бояться же, я знаю, чего бояться люди, чтобы самим такого не случилось. А о чем там речь? Ну, как сказать о чем? Да все бесовское проявление силы как. Я знаю, чего люди боятся. Темноты, грех как бы какой не охватил, как бы сам нечистая сила не залезла в нее. Так, а нужно бояться от одного Бога, имеющего власть над этой силой, над бесовской этой, у которого ключи смерти и ада. В Святой Библии, Евангелие от Матфея, 10, 28, написано. «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Есть такая у русских пословица. Волков боятся, так и в лес не ходить. Вот у меня было такое дело, на меня нападал дьявол. Я остался один, а дом большой, я в Искитиме жил. А хозяйка Захара Улита Григорьевна, она уехала в монастырь. А у нее тут целая серия смертей было. Мужа взяли на операцию, простая операция, зарезали прямо на столе его. А сын Коля, ему было 16 лет, наверное. Вот бывает такая водонапорная башня, она с землей в большой холме, она там всегда повыше стояла, чтобы как это. Ну а вверху она как болт, выше там. И там надо опалубку сорвать. Ну и люди идут с работы, они там двое, один с армией вернулся. А она стоит и выдвинула на штоки, это подъемная машина-то, это высоко. Да еще на холме стоит-то. Ну и он поднял, а двое, двое это уже тяжело. А машину-то не закрепил, тем более на сыпной грунт. Все неправильно было сделано-то. Ну и машина-то колебнулась и пошла, и об асфальт как ударил, обоих сразу убил. А она говорила, я там буду в церковь ездить, то другое, вот она уже рассказывает. Вот Коля вырастет, в армию уйдет. А Коля в армию не ушел. Коля расстался жизнью, и она теперь поехала в храм Новосибирск. Ну и в монастырь и такое дело-то. Второй сын лезет в петлю, его едва спасли Гриша. А Анатолий, он женился, и у него жена не заладила со свекровкой, с этой улитой. Дом пустой, я один остался. Вот один, а дом большой, и там какие-то все отморозили, от чего. Со мной одно время сестра моя родная жила, она что-то слышала, как по чердаку там кто-то ходит зимой, ночью, а там никого нету. Я ничего не слышал. В это время я конспектировал, она уехала, сестра, я один остался. Я конспектировал, Златоуст у меня был трехтомник. Выборочный, неполный. Я его конспектировал, писал. С работы вернусь, а чтобы не заснуть, я старался не топить. У меня холодильный был. Ой, прям только что батарея не разморозила. И в это время меня как будто кто сзади подходит, как будто. Я ничего... И таким холодом меня обдает. А я сижу, мне кажется, у меня волосы поднялись на голове. И как будто мысль такая. Я сейчас тебе так покажу. Ты в окно бросишься и сойдешь с ума. Я сразу на колени и молюсь. Молюсь, пока полностью не исчезнет все это, как жар какой на мне. Я опять занимаюсь. И бывает за вечером на раза три так подходит. А вот только свет потушишь, я на тебя нападу. А сарай далек, в огороде был, и там за углем. Теперь я не стал кричать, только в темноте все брать. Вот что он мысль дает какую, я наобороте все делаю. Его громлю этим. И нагребаю уголь неудобно там, и иду домой. Ложиться спать, выключил, помолился, лег. У меня интересно, сестра говорила, я засыпал. Минут 47-48 секунд. Секунд, чтобы я заснул. Потому что на стройке работаю, там тачки на второй этаж с бетоном носить. Ну все тяжеленное такое, шпалы, рельсы. И я умаюсь, а еда-то постная. Два ломтика хлеба возьмешь и... А чтобы было жирнее, там фазоушники были, они мыша убили, между хлебом не положили. Если я был китайец, я бы съел его. Я к тому говорю, что из этого получается. И сатана отошел. Больше ни разу не подходил. Вот мы считаем, как написано. Чтобы Бог приглашает людей, чтобы нам не согрешить. Второзаконие 6.13 Господа Бога Твоего, бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись. Экклесиаста 12.13 Выслушаем сущность всего, бойся Бога, и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Заповеди соблюдай. 1 Петра 2.17 Всех посчитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Откровение 14.7 И говорил он громким голосом, убойтесь Бога, и воздайте Ему славу. Ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод. Есть такое выражение, что кто Бога боится, тот никого не боится. А кто Бога не боится, тот всего боится. Даже малярийного комара, тифозный вож. Энцефалитного клеща там, или что-то. Даже такую мелочь. Вот безбожник, если живешь с ним в одной комнате, ты все время подвергаешь жизнь своей опасности. Поэтому я рядом с тобой в комнате никогда, ну один раз было, только корреспондент ехал негде ночевать, а он ехал в Потеряевку. Ну и ночевал здесь, а так никогда. А мусульманам доверишь? Если есть киноверующие, доверюсь. Я знаю, он Бога боится. Вот так. Ну бывают люди так, они могут по телевизору смотрят, везде наглядятся. Она такая мнительная. Есть такой, был врач Бурденко. И он говорит, я, говорит, когда учился в университете медицинском, переболел всеми болезнями, какие изучали. От внушения. И раньше было, придешь в поликлинику, а там на столе всякие болезни, там, брошюрки, сейчас все убрали. Человек придет с одной болезнью, считает брошюрку и сразу в себе это находит. И сразу у него защемило, и вот такое дело. Воображает так это. Нужно научиться никогда не злиться, быть послушным, не обидчивым, не мнительным. Ну и больше половины дверей, через которые входит к нам нечистая сила, уже будут закрыты. Просто надо так понимать, лишнего не говорить. Быть спокойным, без молитвы не ложиться, без молитвы не вставать. А огражденной молитвой он еще, сатана, не может сделать. Он приходит, говорит, я не могу взять его. Вот нас, когда мафия окружила, при въезде из Турции, при въезде в Турцию. Кажется, при въезде было, или при выезде, при выезде, наверное. Ну и деньги, деньги, деньги. Я тогда сказал, ничего не делаем. Встанем и будем молиться, поднимем руки. И мы молились почти 24 часа. А утром-то мафия, когда пришла меняться, то они меняются. Я первый раз увидал. И один проходит мимо и говорит, А этих нам не взять. Вот дьявол. Этих нам не взять. А рядом полиция была. Мы там умастили маленько, там книги дали, то другое. А эти турчанки, они хорошие такие. Они нам чаю тут дали. Горяченького. Видят, что мы столько времени стоим и надо обедать. Ну и вот мы уехали. Распечатались. Ну вот все тогда. Ну вот у моего отца был такой случай. Они когда со знакомым машину перегоняли с Европы в Россию. Давно еще, в 90-х было. По Малийской области ехали. И уже так спать хотелось. И отец у меня вел машину. Едет. И говорит, вижу, посреди дороги дуб растет. Прямо посреди. И я, говорит, в него еду. Я как понимаю, говорю, что невозможно, чтобы он рос. И говорит, невероятная сила прям тянет свернуть в этот, ну, в кувель. А я, говорит, как-то уперся, говорит, и еду дальше. Прямо-прямо. И говорит, все ближе, ближе, ближе. Дуб прямо, говорит, посреди. Толстый-толстый. И, говорит, вижу все кору. Все вот эти мелкие детали. И внутрь, как мы въезжаем, и все, и проехали. И он, говорит, и дальше едем. И у него знакомый, вниз, говорит, головой, то есть вот так сидит. И говорит, ты видел? Он, говорит, видел. И рассказывает его друг. Я, говорит, вижу. Едет огромный белаз. С огромными колесами. И ты едешь, говорит, и никуда не сворачиваешь. И мы, говорит, въезжаем. И я вижу, говорит, весь протектор, который там в колесах у него. И все, думаю, мы погибли. И, говорит, ну, ничего я сказать не могу. И вот. И проезжаем, еще ничего не было. Ну, это опасно. Это что было, вот, интересно такое? Не знаю. Как сказать? Ну, если на середине дуб, я бы остановился, потихонечку подпер его. Как он стоит-то? Упал, если тогда дерево свалило ветром. Так его не было. Это оба увидели, как на вождении, получается. Ну, может быть и так. Дьявол все может показать. Он только крест не может показать. Крест. Интересно. Да. И там они проезжали потом. Оказалось, участок дороги, где постоянно гибнут. Постоянно. Вот. Тоже человек пишет. Для меня вопрос не совсем понятен. Учение о ясновидении и яснослышании. Помогает ли в покаянии и учит ли кается? Ну, верно. Думают люди, что это от Бога. И поэтому легче такому раскаяться. Тут понятно что-то. Лес о покаянии идет-то. Дело в том, что мы православные люди. И тут все. Православная церковь, а все это относится к чародейству. Это Нострадамус, Ванга. Вот про это вы говорили сейчас Мессинг. Это все оттуда. Это не проповедники Слова Божия. У и деятельности в их нет призыва к покаянию никогда. Но как раз напротив, увезти людей от Бога. А человеческое воображение, оно поражено различными предсказаниями, какие я так прочитал. А Господь приобретает душу и дарует ей знание пути ее. Сразу снабжает. Он не только сравнивает свою жизнь со священным писанием, но легко разгадывает замыслы врага, пытающиеся отвлечь от людей от Христа. Почему так? Это чтобы свернуть куда-то? У меня тут ученый-секретарь в университете, в Леське, Валерий Викторович. Он секретарь. И он мне рассказывает. Вот мы, говорит, решили переезжать куда-то туда, ну, где-то на юг там. Ну, я сижу и говорю. Как-то он назвал жену, я не знаю, Лену или как-то. И говорит, ты за мной смотри. А торопились сильно. Чтобы я не заснул-то. Ну, она сидела на него, смотрела и сама уснула. И я, говорит, еду. И вижу впереди, прямо посреди, стоит икона Божьей Матери. Икона. Я, говорит, вижу даже зрачки ее какие. И она говорит, ты что делаешь? Ты на меня едешь. Как ты можешь ехать? Я глаза открыл. Гляжу, навстречу несется мне. Я уже выехал навстречную полосу и несется КамАЗ там. Я, говорит, я как крутанул вправо, сразу-то, ну, и остановился. Остановился и места не найду себе. Гляжу внизу там ручей течет. Я туда спустились, я обмылся. Надо где-то остановиться. Самое лучшее средство, когда спать охота, это остановиться и поспать. И он, когда приехал туда, я не знаю, какой-то Симферополь, какой-то южный город. И он пошел в храм и священнику, говорит, вот так и так рассказал. И, кажется, икону такую увидал. А священник, говорит, это ты избранник Божий. И поэтому ты, говорит, давай, я договорюсь, чтобы по телевидению выступил. Рассказал, как тебя Господь спас. Вот такое дело. Ну, так это. Нам нужно разгадывать и учиться замысла. Вот в Дианях Апостолов, 16 глав, 16 стих, такой же пример есть. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Си, человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возмещают нам путь спасения!» Но это она делала много дней. Павел возникновав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее!» И дух вышел в тот же час. Тогда, господа, видя, что исчезла надежда дохода, схватили Павла из силы и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять!» Народ также восстал на них. Воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. А вот святые отцы запрещают, просто на месте пресекают всякую попытку проникновения в будущее. Как будет? Вот это было, мы видим, с царем Саулом. Это тесть Давыдов был. Он накануне сражения попытался узнать исход предстоящей битвы. Это в первой книге Сарс, 28, 18. «Так как ты не послушал гласа Господа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне и предаст Господь Израиле вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною. Истан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Так что Саул погубил себя и детей своих. Этих ясновидящих, в кавычках, с церковь извергает, как одержимых демонами. Они, как правило, предсказывают о том, что знает дьявол. Это о гибели, о смерти. Вот так. Не надо ни под каким видом знать это. Мы не знаем. У меня одна была знакомая здесь, Барна. До того она хорошая, помогала нашему лагерю, предпринимательнице. И все время у ней голова болела. Голова такая, у ней боль, и все время какое-то видит. Вот там Путина, на него покушение будут, убьют уже два года назад, как она говорила. А его никто и не убил. Ну такое вот. Я говорю, зачем вам это надо? Она не слушает. И ее вез племянник, и, видимо, не досмотрел из-за поезда. И поезд с той стороны ударил в них, и она погибла. Вот так. Вы как-то говорили, что святые не дают ответа на вопрос, откуда возникло зло. Но в конце Библии дается ответ на этот вопрос, что зло существует для того, чтобы могли проявиться высшие доброветели. Да. Без существования зла это было бы невозможно, получается? Ну да, так-то так. Но и в конце Библии-то не говорится, а только намек делается. Это маленький вопрос, не совсем точный. Я говорил, о первой части вопросах буду говорить, что зло есть. И оно возникло в дьяволе. А как оно возникло, никто не знает. А Ян Златоус нашел намек. А если бы не было борьбы у Ева, то какую бы награду получил? Фактически каждому человеку Бог представляет такую возможность. Одному, как Сергею, парализованному лежать, другому в тюрьме, в вузах, третьему страдания какие-то от близких людей. Многие святые говорят, как бороться с этим. Опыт передают нам. А если бы они не боролись, ну а как бы они сказали-то? Вот так. Говорят, что грех монотонен, и именно здесь так и есть это. А зло, оно всегда нахально лезет. И надо знать, как. А дьявол в нападках своих, у него стандарт какой-то определенный. Он ищет. С чем ты занимаешься? Словом Божьим. Он через Слово Божьим будет тебя трепать. Будут люди, близкие, совершенно не так понимать, нападать. Но чтобы победить, конечно, тут нужно нищету духа приобрести. Я не знаю. А нищета духа, это означает, я сто процентов передаюсь Богу. Господи, твори как тебе угодно. Через меня так. Ну, мы должны, конечно, это заранее себе подсчитать. Пост, на сколько. Как бороться со всякой самостью. А у дьявола-то что? У него возможность. Он нападает. Говорит, друзей делает врагами. Идущий мой хлеб поднял пяту. Вот это интервью дьявола. Он говорит, как играет-то на людях. Вот так. У него там и красавицы, и мышей всего хватает. На каждого. Перед битвой. Это говорят перед войной. На всю дивизию только две карты было. Или на фронт. Ну, все, перепутал. Карты сожгли. Бог нас много раз предупреждает еще. До сражения. Мы признаем свое поражение заранее. Должны в личном понять, что мы будем поражены когда-то. Бог дает это перетерпеть. Поражены плотью. Там голову отстекут жития святых. В Откровении 13.7 написано «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всякой коленом и народом, и языком, и племенем». Но мы иногда поем Лука 17.10. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать». Кто способен признать свою немощь, он знает еще у Бога неложное обещание наполнить нас на развалинах нашего эгоизма, чтобы наше «Я» было раздавлено и возросло в Божьих обетованиях. Вот в Псалом 90, 15-й считаем «Воззовет ко мне и услышу его». «С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Когда мы молимся, конечно, Господь дает нам это понять, доверие к Нему. Особенно, знаешь, выхода нет, где-то ночью или на допросах. У Филипписам 4.13 находим «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А Бытие 3.15 говорит «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в петух». Ну, наш вождь – это Христос. Он в совокупности все учитывает, когда будет награду давать. Это наше какое было окружение, там была ли нет грамота у нас какая, кто помогал, возраст, рост. У пожилого человека одно, там немощи, а у молодого, у него там играет похоть, и проще может уйти. А вот если борьбы никакой не было, то никакой награды не будет тогда. Вот у англичан говорят, если дело, которое ты делаешь, не терпит сопротивления, то оно не устоит. А я считал еще такое, что у святых сказано, если тебя за это не преследует, не давит, когда добро делаешь-то, то твое добро Богу не угодно. Так что это не просто так-то. Вот мы считаем, Екклесиас 10.10, если притупится топор, если лезвие его не будет отточено, то надо будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить, оттащить. Я тогда говорю, все же, не происхождение, как он был на небе, ближе всех к Богу, Люцифер, Сын Зари. Ну, как он мог додуматься до этого-то? И понял мятеж. Иезекииля 28.14. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей и ходил среди огнистых камней. Откровение 12.7. И произошла на небе война. Михаила, ангела его, воевали против дракона. И драконы, ангела его, воевали против них. Бог есть источник добра, а дьявол источник зла. Но вот когда не было зла, он и не был когда лукавым-то, искусителем-то, он же херувимом был. Вот откуда к нему эта мысль пришла? И какая причина? Вот в этом весь вопрос. А дальше все от него идет. Мы не можем составлять теории, гипотезы. Это Исаак Ньютон говорит так. Иоанн Златоуст во всей Святой Библии находит только один стих, косвенно указывающий на это. Это 1 Тимофея 3.6. Не должен быть из новообращенных в пресвитеры, в священники ставить, до 30 лет, чтобы не ставили никого, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. То есть причина – гордость. И поэтому отвечаем так. В дьяволе появилось, что он хотел еще больше в сонме богов сесть. А этим не довольствовался. И он говорит, что я поднял смуту, но все пошло не так. Было неправда. Я много лгал. Этот интервью когда с дьяволом. И это абсолютно точно. Редактор субтитров А.Семкин